Да, добрый день, коллеги. За моей спиной находится один из самых крупных пропускных пунктов на кыргызско-казахской границе. Этот пункт еще называют Акджол, что в переводе означает «светлый путь». Однако сегодня на лицах скорее можно увидеть отражение некого уныния. Многие люди стоят в очереди уже по несколько часов. Километровые пробки из автомобиля обычно образуются в часы пик после обеда. Несмотря на отмену таможенного контроля, свободного движения товаров между странами нет. Ситуация с каждым днем накаляется. Когда мы проходим через кыргызско-казахскую границу, казахские пограничники не пропускают нас. Иногда рвут сумки, приходится давать им по 500, иногда по 1000 тенге. Первыми удар на себя приняли челноки. Многие не могут перевезти свои товары в соседний Казахстан. Там их пограничники облагают негласными поборами. Везут челноки в основном недорогие китайские вещи со знаменитого рынка Дордой в Кыргызстане. На нашей территории у нас больших очередей нет. Это все образуется на полуме. То есть, если с утра к нам заезжают, после обеда это же поток людей обратно выезжает. Эксперты прогнозируют, со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз объем реэкспорта снизится до небывалых объемов. Если раньше с одежды, завозимой из Турции и Китая, взималась таможенная пошлина в районе 50 центов за килограмм, то в ЕАЭС платеж состоит 2 доллара. Это говорит о том, что товары из этих стран скоро будут стоить баснословных денег. Власти Кыргызстана достаточно жестко прокомментировали происходящую ситуацию. В Министерстве экономики заявили, что готовы направить ноту протеста в случае, если казахстанская сторона и впредь будет нарушать принципы Евразийского экономического союза, который предусматривает свободное передвижение товаров и капиталов внутри стран-участников ЕАЭС. Продолжение следует...